Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2175. «Я не пойму, вы то хвалите какого-то святого, пользуетесь его трудами, а то прямо отрицаете самое главное в его жизни, его монашество. Разрешите мое недоумение в этом вопросе?» Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Пользуюсь любыми источниками, которые подтверждают написанное в Святой Библии по толкованию Духа Святого. Как понимали это мужи святые? «Монашество, повторяя само по себе, совершенно не евангельское устройство, нежизненный институт, вредоносное, судя по последним плодам. Советую прочесть книгу «Без церкви нет спасения» священномучника Илариона Троицкий. Москва, 2001 год, Сретенский монастырь. По благословению Патриарха Алексия. 640 страниц. Там есть глава на страницах с 211 по 263. «Единство идеала Христова». Спор о пользе монашества. И когда кто-то вступает в диспут о монашестве со знатными монахами, то вот какие они приводят доводы в пользу ухода за стены монастырские, за отрыв человека от следования на проповедь, куда зовет Христос. Страница 215. Кавычки открыты. Ну, писал бы что-нибудь в жидовском журнальчике, а то ведь в церковном вестнике. Под славянской вывеской. Страница 237. «Последний монах лучше самого хорошего мирянина». Приходилось мне это от монаха слыхать, но я такое изречение считаю безнравственной чепухой. Принимая монашество, мы лишь становимся на путь. По пути нужно идти вперед, идти с трудом и тяжелой борьбой. Идти к высокой цели, а цель эта у нас с мирянами одна. Страница 241. Монашество никакого нового христианства не создает. Христов идеал для всех совершенно один. Думать, что миряне могут достигать лишь средних ступеней, а высшие доступны только монахам, я считаю нелепым. Все обеты монашеские – это те же самые общихристианские обеты, потому что спасаться должны все, а для спасения необходимо отречение от мира страстей, и нужна аскетическая борьба с грехом. Монахи отличаются от мирян только обетом безбрачия. Но и этот обет не вносит чего-либо нового в моральном смысле, потому что безбрачие – лишь один из путей наряду с путем брачным. Страница 243. Монашеский обет при пострижении – есть торжественно заявленная решимость серьезно отнестись к своему званию христианина. Страница 245. Иной и без повторения обетов, без пострижения лучше нас. Ведь здоровье и без лекарства бывает крепче больного, а больному лекарству нужно. Обеты – лекарства. Страница 251. Кто живет в монастыре, тот по прекрасной дороге идет к вечным обителям, а не по топкому болоту, как миряне. В монастыри идут преимущественно наиболее религиозно настроенные души. Страница 252. Подумаю иногда, что было бы, если бы эти благочестивые ребята деревенские остались у себя в деревне, что из них вышло бы? Затянуло бы их жизнь, и были бы они невежественны и духовно беспечны. А посмотри в святцы, и там найдешь достаточные свидетельства того, что монастырский быт легче приводит к Царству Небесному. Страница 256. Здесь тебя обругали, тут тебя судили, там тобою «соблазнились», ну и замыкаешься в свою келью, а это, конечно, полезно монаху. Страница 258. Постригся в монахи, и у родных слезы огорчения, сочувствия. Легко ли ей сына потерять? Позвольте, не сказано ли в Писании, что, когда человек оставляет отца и мать, не тогда ли, когда человек прилепится к жене? Послание Ефесянам, 5 глава, 31 стих. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое-одна плоть. Страница 261. При постриге монашеском, постригающий, взяв рясу, глаголит, «Брат наш, имя рек, облачится во одежду веселья и радости духовной, в отложении и попрании всех печалей и смущений от бесов, от плоти и от мира нет находящих, во всегдашнее его во Христе веселье и радованье». Люди пострижения называют «живым погребением», в кавычках. Нас обвиняют иногда в пропаганде монашества. А хотя бы и так. Что же в том дурного-то? Для нас, монахов, всякое пострижение нового инока есть радость и торжество. В этих выписках есть и полезное, и вредное. Но я даю вам и то, и другое. Потому что книгу эту не скоро еще прочтете. А теперь будете иметь представление, что в защиту себя говорят засохшие сосцы и утробы бесплодные. Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении души жизнью духа. Тернии и волжцы – это мертвость души. Фарисейское самомнение, прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством молитвословий и временем, употребленным на произнесении этих молитвословий. Страница 96 Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Произноси слова не спеша, чтобы ум мог с большим удобством сохранить заключение свое в словах молитвы, чтобы он не ускользал ни из одного слова его. Но к молитве нужно понуждение в течение всей жизни. Не отвергни игорь некоторой скуки и некоторого понуждения. Страница 99 Поклоны, совершаемые для числа, неодушевленные правильным умным и сердечным деланием, более вредны, нежели полезны. Не заботься о количестве поклонов. Подвижник, исполнив их, начинает радоваться. Вот, говорит он сам себе, подобно упоминаемому в Евангелии фарисею, и сегодня Бог сподобил положить примерно 300 поклонов. Слава Богу! Легкое ли дело? В нынешние времена 300 поклонов. Кто ныне несет такое правило? Страница 101 Применяясь к правилу, преподанному Пахомию великому ангелам. Страница 132 Все предречения отцов схожи между собой и возвещают, что монашество последних времен будет проводить жительство весьма слабое. Страница 135 Уже впоследствии, при самом тщательном изучении Священного Писания и Отеческих Писаний, подвижникам, и то немногим, делается малу-помалу явным, что для иноческого преуспеяния необходимо духовное назидание. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено. Страница 152 Слово Божие действует в каждом человеке соразмерно и сообразно ему. Насколько кто содержит Слово, настолько содержится им. Насколько хранит его, настолько хранится им. Страница 236 Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что всякому добру или предшествует, или последует искушение. Даже не может быть прочным делаемое ради Бога, если оно не искусится напастью. Страница 251 Если услышишь, что брат отозвался о тебе худо, и после этого встретишься с ним где-либо, или он придет к тебе, прими его благосклонно, с радостным приветствием и видом. Не покажи ему того, что слышал о нем. Не спроси его, зачем ты говорил то или то. Страница 372 Под именем сердца, разумеется, все ощущения духа. Страница 391 Так Пимен Великий говаривал сожительствующим ему братьям. Братья, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда ввергнут и меня. Кавычки закрыты. В скобках. Если святые не лгут и не придуляются своим смерть сверхсмирением, то поверим Пимену, что он действительно будет в аду, что это ему открыл Христос, а не сам от себя он безумные слова говорит. В таком случае верить всему, что от него, проблематично. Если же он ради красного словца так себя перещеголял, то ложь от дьявола. И в таком случае его слушать не следует. Апостол же Павел говорит иначе. Второе послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явлений его. Иоанн Лественничник как бы нехотя и с осторожностью и кратко говорит о безмолвии, предохраняя от безвременного и неправильного вступления в него. Страница 491 Судьбы Божьи привели меня быть свидетелем одной из горестных сеетв, сенья, плевелов, враждебных церкви. Эта сеетва называлась громким именем православия, подобно тому, как и другие многие подобные действия уже облекались и прикрывались великолепными наименованиями христианских добродетелей. Тогда все это приводило меня в ужас. Я предчувствовал, что последствия должны быть ужасны. Страница 493 Мнение ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег как снег, а под низом его повсюду едкая весенняя вода. Она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важные приметы кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность. Истинным монахам нет житья в монастырях от монахов-актеров. Величайшая трудность была нравственная. В начале моем я не мог найти монаха, который был бы живым изображением аскетического учения Православной Церкви. Желание последовать этому направлению по причине сознания правильности его поставило меня в положение оппозиционное по отношению ко всем и ввело меня в борьбу, из которой перстом Божиим, единственным перстом Божиим я введен в Бабаевское уединение, если только выведен. Относительно монастырей я полагаю, что время их кончено. Укажите людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг. И то более на показ людям. Святой Исаак Сирин говорит, что телесное дело не бездушевного, сосцы сухие и ложесна бесплодные. Это видно на воспитанниках оптиной пустыни. Троеточие. Нет орудий, нет монахов. А актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. Такие умницы и ревнители, что не сделают, все ковриду. Заметно, что древний змей употребляет их в орудие умножения в монастырях житейской многопопечительности и под яческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Страница 496. Монастыри должны быть пристанями, а они обратились пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, отец Никандр советовал отречься от вступления в монастырь. Надо знать существенные нынешние положения монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. Страница 501. Религия вообще в народе падает. Во множестве крестьян явилось решительное равнодушие к церкви. Явилось страшное нравственное расстройство. Подрядчики, соседи здешнего монастыря единогласно жалуются на утрату совести в мастеровых. Преуспеяние во всем этом идет с необыкновенную быстротою.